Париматч Жанепро Хоккей Лигаса. Железки Куатталган. Сладежно играл Филипп Колесников и более того алматинцы даже повели в счете. Отличился у нас Станислав Филипенко и конечно удивил многих и в том числе ваших покорных слуг комментаторов этого матча. Как итог это все события первого периода и на второй команду уже вышли с результатом 0-1 в пользу Алматы. Это несмотря на то, что Сарарка довольно существенно перебросала команду из Южной столицы, для которой уже конечно все турнирные задачи решены с командой на девятой строчке и в зону плов к сожалению не попадает даже если бы обыграла Сарарку дважды. Ну вот так вот бывает. Ну а Сарарка во втором периоде конечно уже пыталась отквитаться и у них это к слову получилось и получилось весьма недурно. Сначала у нас Егор Анисимов в большинстве получил здесь повреждения Аргмбайт. Ну а касательно Анисимова еще недавно он выступал за Алматы, но пришло его время забрасывать ворота своей бывшей команды. Ну и вот сейчас шайбам нас Анисимову подвезут. Нам решили показать все, что сближалось с воротами Филиппа Колесникова. Моментов-то было много, учитывая, что Сарарка довольно немало, так скажем, набрасывала. А вот она и шайба Егора Анисимова в большинстве. Мы там таких педагогов и злобин ассистировали. Ну и вот с разных ракурсов нам ее показывали. Ну а дальше больше. Артем Расулов также в большинстве. Делали мы конечно упор на то, что не так много ударений. В первом периоде у нас оно случилось всего одно. То вот во втором это стало проблемой для Алматы. Три шайбы, которые пропустят Алматинцы в третьем периоде, все были заброшены как раз таки в большинстве Сарарки. Сначала, как мы выше говорили, Егор Анисимов, далее Артем Расулов. Ну а точку поставил тоже экс-хоккеист команды из Южной столицы Макар Ваулин. Ну там Захар Пархоменко ассистировал. Ну и им надо сказать, что во втором периоде в целом Сарарка, конечно, смотрелась очень здорово. Неплохо у них ходила шайба по площадке и три шайбы они свои забросили. Вот Патрис Кудра здесь кого-то там высвистывал, но моменты у нас возникали раз за разом. Вот и Расулов нам спустя полчаса о том, как я об этом сказал, показали шайбу. Ну и Расулов здесь без ассистента, в одиночку он все сам решил и в итоге вывел Сарарку вперед. Вот у нас Шапарев катится на ворота, ну и это вот, собственно, до сих пор шайбу нам Расулова показывает. Ну вот все камеры, которые у нас есть в запасе, решили со всех ракурсов нам эту шайбу показать. Ну и шайба Ваулина, о которой я выше рассказывал, экс-игрок Алматы, сейчас вот делает счет 3-1. Это событие второго периода, ну а в третьем, к честям, парней из южной столицы, немножко, конечно, они вернули интригу в игру и Никита Скоробогатов в передаче Серика Аргамбаева, который ранее получал удаление, немножко подсократили счет и стал он 3-2. И даже на секунду показалось, учитывая то, как заиграла Алматы, и могут они теоретически еще страны. Здесь же еще ключевое, что парни Андрея Владимирович Спиридонов приехали в Караганду всего тремя звеньями играть против действующего чемпиона и играли, я вам скажу, ударно. Ну и в третьем периоде, где у нас, можно сказать, основные события всем протекали, как я уже выше сказал, Скоробогатов там сделал счет 3-2, ну вот она эта шайба. И, в принципе, довольно неплохо так была заброшена. Сегодня в целом, кстати, довольно зрелищный был матч, и команды обменивались остротами, вот тем более шайба Скоробогатова, она, конечно, где-то, наверное, психологически была важна для парней Спиридоновым, потому что после того, как Скоробогатов забросил, алматинцы старались бросать как можно чаще, издали практически даже не сближаясь. Ну и вот шайба Андрея Лагунова в большинстве, опять же, конечно, здесь арбитры прибегнули к видео по рассмотру, но долго смотрели, можно было бы, конечно, две серии Игры Престолов уже пересмотреть, но решили все-таки в пользу СРРК, что Лагунов забрасывал по правилам. И таким образом 4-2 счет стал, и карагандинцы вновь повели с разницей в две шайбы. Ну и, конечно, вот эта, наверное, шайба Лагунова, она в какой-то степени и стала определяющей, потому что все-таки, если Скоробогатов возвращал интригу в игру, то вот Лагунов как раз-таки, в принципе, показал, что сегодня СРРК полна решимости добыть победу, и добыть победу крупную. А вот и Руслан Демин, распитанник карагандинской школы хоккея, увеличивает счет, ему там из могилов, кстати, ассистировал, и счет стал еще крупнее. Ну а дальше, и это еще не все, дальше нам сейчас вновь голы Артема Расулова подвезут в передаче того же Руслана Демина, о котором мы выше говорили. Ну а точку в игре у нас поставит Константин Буреченский из могилов и чапоров там в ассистентах. И таким образом игра у нас завершилась с результатом 7-2. Победу сегодня празднуют карагандинцы. Вот он, вот он Артем Расулов. Сегодня у нас такой обзор всеядный, показывает все, что было угород Филиппа Колесникова. В целом, конечно, к Колесникову претензий нет, он старался. И, в принципе, количество отраженных бросков, вот сейчас мы скоро увидим, уже итоговую статистику. Я там думаю, она будет довольно увесистой. И во многом благодаря Колесникову, кстати, которому еще и 20 лет нет, алматинцы, ну, конечно, 7 тоже немало, но могли больше пропустить. Ну и Каратаев, конечно, тоже сегодня поработал. Алматинцы, как мы уже выше отмечали, с поднятыми головами ходили вперед, бросали. В принципе, угрожали не раз воротам Каратаева. Но, к сожалению, сегодня именно парней Андрея Спиридонова хватило только на две заброшенные шайбы. Ну и точка в матче. Из Могилов ассистируют Двуреченскому. И в итоге устанавливается у нас окончательный счет в игре. 7-2. 7-2 победа Карагандинской Сарарки. Ну, да, давайте еще посмотрим какие-то моменты. Почему их называю какие-то? Потому что это уже с другого ракурса нам показывают шайбы Двуреченского. Ну что ж, уже четвертый раз подряд я говорю, что финальный счет у нас 7-2. Сейчас еще нам 5 минут показывают, как команды друг другу благодарят за победу. Ну и ждем уже финальную статистику. Ну, как мы выше говорили, 40 бросков сегодня было совершено поворотом Филиппа Колесникова. 7 из которых, вот он пропустил. 20, кстати, раз стреляла команда Алматы. Ну, по выигранным вбрасываниям здесь алматинцы превзошли. Кстати, Карагандинцев 3 гола было в большинстве. Ну и штрафные минуты. Не так много Сарарка удалялось, к слову, всего дважды. Ну и вот 14 штрафных минут у Алматы. Таким был первый матч между командами Сарарка и Алматы. Ждем завтрашнего. Всего доброго. Берегите себя.